ЛОЛИШМА Обычно, естественным образом, Лишма – это то, что меня, простите, меня ЛОЛИШМА именно притягивает. Меня притягивает именно ЛОЛИШМА, не ради Творца. И потом уже, может быть, дай Бог, что-то разовьётся. Да нет, мы от этого бежим изо всех сил. Да. И даже ЛОЛИШМА – это тоже не человек, который находится на улице? ЛОЛИШМА – это значит, что я стараюсь быть в Лишма, производить действия по отдаче, и обнаруживаю каждый раз, что я всё равно их делаю пока ради себя. То есть усилия в определённый период, скажем, вот от трёх до пяти лет. Усилия, когда я хочу подняться над своим эго и производить действия по отдаче, и ещё не способен, они называются как осло Лишма. Да-да. Я чувствую, что здесь каждый раз требуется какой-то переворот. Не то, чтобы один раз ты перевернулся и закончилась. Каждый раз. Нет, конечно же. 125 ступеней, кажется, ступень ещё делится на множество состояний. Конечно же. Но главное, и Рабаш так же сказал, что так сказал Бальсуля, может быть, это даже и написано где-то, я просто не помню, что то, что люди думают, что Лишма – это что-то такое великое, то Лолишма, насколько мы не понимаем, это ещё вещь более великая. Насколько мы можем себе представить. Потому что настоящее Лолишма – это значит, я произвожу действие по отдаче изо всех своих сил, насколько я могу, а потом раскрывается, что это всё-таки в силу там желание получать какого-то эгоистического выигрыша. И это называется Лолишма. Ну, вот это он говорит. И отсюда мой вопрос. Если есть какая-то возможность войти в какую-то структуру окружения, где этот переворот, ну, скажем, не рандомальный, но… Да, да. Да, да. В этом роль группы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...